Гайвер Ворлд. Русскоязычная комьюнити, где ты найдешь все, что связано со вселенной Гайвера. Фильмы, аниме, манго, свежие новости и очень много крутых артов. Подпишись, не ленись. Ссылка в описании. Приветствую всех и вся YouTube. Сегодня поговорим о всех экранизациях Гайвера. Будь это фильмы или аниме. Потому что много людей пишет, а сколько всего серий Гайвера, есть ли фильмы про этого персонажа и вот. В этом видео я поведаю о всех появлениях Гайвера в медиапространстве. Но перед началом ролика прошу поставить лайк и подписаться на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Также для Гайвера у меня на канале есть целый плейлист с видосами по нему. Настоятельно прошу ознакомиться. Итак, поехали. 13 декабря 1986 года на просторах Японии вышла первая полнометражка под названием Гайвер вне контроля. Сюжет значительно отличается от манги и аниме-адаптаций, которые будут выходить позднее, но часть ключевых персонажей на месте, кроме Тецуро, Лискера и Агита. Да и вообще, это аниме не снискало большой популярности среди японцев, как и в остальном мире. Кроме того, на момент создания этой полнометражки было сделано всего 4 главы манги или чуть больше, поэтому создатели решили перекроить сюжет и оставить лишь азы из первоначальной истории. К примеру, вместо Гайвера 2 тут у нас женщина-гайвер. Валькерия. В последующих адаптации её уже не будет, да и в манге она появилась лишь в 26 томе. Автор манги старательно избегал эту героиню на протяжении 20 лет, но всё же заканонил этого персонажа. Стоит также отметить, что аниме имеет откровенную сцену с её участием, показывать не буду, а то забанит. О сюжете аниме, думаю, говорить не стоит, завязка везде одна и та же. Шо случайно находит блок Гайвер, активирует его и потом Кронос начинает охоту за ним. Рекомендую вам ознакомиться с этим произведением. Идём далее. 25 сентября 1989 года стало знаменательным для нашего кромсателя зоаноидов, так как именно в этот день вышел первый эпизод всеми любимого ОВА-сериала, засмотренного до дыр в детстве. В дальнейшем каждый месяц выходили оставшиеся пять эпизодов первого блока этого аниме. Именно эти шесть серий стали культовыми среди всего аниме-фандома. Именно эти шесть серий заставили почитать этого персонажа как героя. Также качество анимации выросло в разы по сравнению с предшественником, но сюжет также имел много расхождений с мангой. Что, конечно, скажется на продолжении этого сериала, который выйдет спустя три года, но о нём чуть позже. Итак, Гайвер заявил о себе на весь мир. Множество стран лицензировало это аниме для показа у себя. Голливуд также не смог обойти стороной только что взлетевшего героя. Кинокомпания New Line Cinema купила права на создание фильма Гайвер. И тут, конечно, начинается лютый трэш. Снятый за 3 миллиона долларов, фильм выходит в прокат 21 марта 1991 года и шокирует своим содержанием. Здесь плохо абсолютно всё. Начиная от сценария, диалогов и эффектов, заканчивая актёрами и режиссёром, которым было абсолютно по барабану, что и как они снимают. Этот фильм «Франкенштейн» не несёт в себе ничего, кроме отвращений. Если хотите ознакомиться, то только на свой страх и риск. На этом тёмные страницы жизни Гайвера не заканчиваются. 20 февраля 1992 года выходит продолжение ОВ-89. И тут стало всё на порядок хуже, чем было в оригинале. Ввиду урезанного бюджета, смены сценаристов и студий, отвечающие за анимацию, продолжение получилось скомканным. Ранее я говорил, что расхождение в сюжете сыграет свою роль. Так и получилось. История стала дырявой, как решето. Статичность и убогость сцен просто поражает глаз. За исключением последнего эпизода, где немного подправили все косяки. Аниме заканчивается битвой с Аптомом. Угорыми, наками и продолжение накрылось медным тазом, так как рейтинги продаж резко упали. Фанаты сказали, такого Гайвера нам не надо. Да и Шуки такая. Решил пока свернуть планы на аниме-экранизацию, хотя говорили о третьем сезоне. Переносимся в 93-й. New Line Cinema не теряет надежды запилить сиквел своего чудо-фильма, который вышел двумя годами ранее, и передает производство киноадаптации Гайвера в руки двух малоизвестных компаний LA Hero и Biomorphs Incorporated. И это самое удачное решение, которое могло быть на тот момент. Гайвер зацвел новыми красками. Было решено как бы продолжить ту историю, что показали в фильме, но и одновременно перезапустить персонажа и его историю, сделав акцент на мрачность. Тот тон, которым был пропитан фильм, идеально подходит ему. 20 апреля 94-го фильм вышел и имел под заголовок Гайвер – темный герой. О создании этого фильма и обзор на него у меня также есть на канале. Ссылка в описании. И вот наступило долгое молчание. Новых аниме-экранизаций не предвиделось, как и новых фильмов. Гайвер выходил лишь в печатном виде. Этот простой составил ровно 10 лет. В конце 2004-го года стало известно, что готовится новая аниме-адаптация Гайвера, которая будет насчитывать 26 эпизодов. С последующим продлением, если рейтинги не подведут. Производство было закончено к лету 2005-го. И 6 августа вышел первый эпизод. Сюжет аниме также немного отличается от того, что есть в манге, но это касается первых 9 эпизодов. В остальном же соблюден канон. Было решено адаптировать первые 60 глав манги и дать под заголовок «Гайвер превращение начинается с планами на продолжение». И не сказать, что аниме плохое, оно своеобразное. Но продолжение зарезали на корню по истечению 26 эпизодов. Хотя фанаты отмечают, что именно начало загубило эту адаптацию. Раскачиваясь слишком долго, создатели сами же похоронили то, что так долго делали. И на что надеялись. Ибо дальнейшее развитие истории было крутым. Эх, так и живем. Сегодня уже май 2018-го года, а «Гайвери» ни слуху, ни духу, даже манга не подают признаков жизни. Но надеюсь, это всего лишь небольшая черная полоса, которая вскоре закончится. На этом у меня все. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, смотри остальные видео про «Гайвера». Ссылку в описании оставлю. Комментируй видео, делись им с друзьями. Каждое ваше действие мотивирует меня делать видео. Всем и вся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok